ДИМСИМ Подключайтесь к ребятам и повышайте свой водительский навык. Все ссылки в описании. Это самосвал, как вы уже успели догадаться по этой превьюшке. И также, забегая далеко вперед, скажу, что здесь еще есть и трейлер. Вместе с ним идет. Ну, что-то типа демо у нас такого получается своеобразного. Ну что ж, как видите, он у нас прописывается в автосалон Рено. И вы его сможете купить как через онлайн, так и через прямое посещение дилера. Ну что ж, давайте скорее посмотрим на этот замечательный самосвал. Ну, я, наверное, напомню, да, и вообще скажу тем, кто не знает. Да и вообще здесь сразу люди, наверное, поняли, что здесь в основе, в кабине, в шасси, вообще в раме, везде лежит в основе КАМАЗ от Коралла, на который я все-таки так и не смог сделать толковый обзор. Все как-то, что-то вот он у меня на второй план отходил, этот КАМАЗ. И, в общем-то, появился такой повод, что его слили давным-давно, переделали. Много очень переделок. Сейчас в интернете есть и под тандем переделка. То есть здесь будки такие стоят. На самом деле, очень классно смотрится. И, может быть, когда-нибудь даже ко мне этот модный обзорчик-то попадет, я был бы очень даже рад. Как-то про кабину, да, про внешку, про шасси здесь говорить-то, по сути, особо нечего. Потому что изначально эта кабина вся, она создавалась абсолютно с нуля, моделилась абсолютно с нуля. То есть, возможно, да, здесь есть какие-то недочеты, есть какие-то огрехи, но это уже чисто человеческий фактор. Потому что, ну, человек такое существо, рукой своей он не сможет сделать все идеально точно. Так что здесь там особо придираться к каким-то неровным там выпуклым линиям или еще к чему-то, я думаю, особо не стоит. Поэтому человеческий фактор может быть везде. Ну, а так, в принципе, на первый взгляд, со стороны любителя, очень-очень даже неплохо. Единственное, что, конечно, печально, колеса здесь есть свои в комплекте, тоже забегая вперед. Но можно было их сразу прописать, то есть это абсолютно легко все делается. Но, насколько я понимаю, мод был приватным, и его слили просто в свободный доступ. И таким образом особо-то и не заморачиваются те, кто делают для привата автомобили. Они особо не заморачиваются там над пропиской, а типа и так сойдет. Также, да, вот спешу обратить ваше внимание на то, вот сейчас вот вращаю. Трак спереди, в принципе, довольно неплохо все сделано. Но если посмотреть назад, уже не так все здесь радужно. То есть мы видим, вот здесь вот эти крепления как-то непонятно сделаны. То есть где-то текстура моргает, где-то что-то сломано. Как-то все непонятно, не по-человечески сделано. Сам кузов тоже у нас дрявый. Вот здесь у нас дырки в кузове кругом. Здесь, как вы видите, груз у нас тоже навален. Как абсолютно, как попало. Можно было просто ниже немножко опустить. И как бы все. Проблем в этом не было. Просто немножко подредактировать. Как-то это все спрятать, чтобы нигде ничего не торчало. И чтобы все выглядело как-то более-менее приемлемо. Чтобы людям было приятно играть. Неважно, там, да, делаешь для привата грузовик на продажу, тем более. Либо делаешь его в свободный доступ. Но практика показывает, что даже те грузовики, которые выходят в свободный доступ, они сделаны намного качественнее, нежели чем приваты. Ну, потому что люди просто, как я и говорил ранее, не запариваются. Типа и так сойдет. Ну что ж, давайте посмотрим, что есть. Естественно, у нас здесь одна кабина. У нас здесь имеется, ну, по сути, одно шасси, но у него очень много вариаций. В Камазе Коралла есть и обычное шасси, то есть тягач. Здесь он также присутствует. То есть, обратите внимание, да, 6х6. Но там был обычный 6х4, то есть не такая высокая подвеска. Здесь он, ну, типа под внедорожный сделан. И мосты у нас здесь немножко другие стоят. Что касается двигателей, их здесь очень много. Есть и Камазовский двигатель, есть даже двигатель Каменс. Давайте, наверное, поставим его, потому что звуки, наверное, этого Камаза уже все прекрасно слышали. Успели, наверное, на нем покататься. Там был именно Камазовский движок. А сейчас, может быть, у нас на движке Каменс будут немножко другие звуки. Что касаемо коробок, здесь также великое множество. Все коробки ZF-овские. Ничего менять не буду, оставлю как есть. Ну, салон, салон полностью весь перетянут с Коралловского Камаза. А абсолютно полностью весь, даже весь тюнинг сюда перетянутый. Так что здесь, я думаю, мы особо долго не будем задерживаться. Потому что тоже все наверняка это все видели. Все на этом Камазе уже покатались. И здесь особо-то показывать-то у нас и нечего. Модель у нас также поддерживает покраску кузова. Но это естественно. Металлик, скорее всего, здесь тоже поддерживается. Ну, и можно просто кабину покрасить в любой другой цвет. Ну, как-то, чтобы единым стилем у нас все это смотрело. Состоян оранжевый, потому что у нас еще и трейлер оранжевый. Что касаемо тюнинга, в принципе, также весь он здесь перетянут. Абсолютно весь с Коралловского Камаза. Здесь у нас есть свои собственные диски. Также есть у нас своя собственная резина. Их целых две версии. Есть вот такая. Так скажем, дубовая. И, ну, вот такая резина тоже довольно интересная. Сзади у нас, соответственно, тоже можно поставить свои диски, свою резину. Но вот с версии 1 как-то мне непонятно, что это такая забелая текстура. Откуда она взялась. По логу, если смотреть, здесь ругается только, получается, у нас на прописку двигателей, на какие-то текстуры. Ну, в основном это связано с самой машиной. На колесах здесь никаких, вроде бы как, ссылок-то у нас и нет. Ну, типа, наверное, может быть, под зимний какой-то мод может быть сделан. Но прикольно, думаю, будет смотреться. Но мы оставим просто тогда версию 2. И как-то, чтобы у нас все это было единым стилем, так скажем. Все, в принципе, по колесам сзади, сбоку, ничего здесь у нас абсолютно нет. Здесь мы сможем поставить спойлер. Но это, на самом деле, будет уродски смотреться. Нам нужно просто поменять шасси вот на вот это 6х6, на тягач. И у нас уже спойлер как-то будет иметь вид. Здесь мы сможем подвесить шторки в салон. Здесь у нас идет 3 варианта лайт-бара. Есть вот такой вот интересный тоже тип лайт-бар, на который можно мигалки поставить. Ну, прям вообще по красоте просто все это сделано. Но ставить мы это сюда не будем. Также здесь мы сможем сделать боковые шторки. Если даже мы сюда можем сделать штору на лоб. Сюда мы, ну, это, соответственно, уже в салоне все дело посмотрим. С этой стороны, если сразу так уж сделать, да, мы сюда сможем подвесить вот такой замечательный блатной ковер. Итак, что у нас по салону. То есть, вы, наверное, уже обратили внимание на то, что здесь, да, вот есть вот эта табличка, зерно. Но в салоне ее каким-то образом нет. Не знаю, почему так было решено сделать. Тюнинг здесь полностью весь с караловского КамАЗа. То есть, я думаю, здесь особо-то распинаться над тем, что здесь стоит, не стоит. Опять-таки, все абсолютно то же самое. Можно кучу навигаторов себе здесь везде понавешать. Я думаю, под функцией патч 1.19 они у нас приспособлены. Так, здесь у нас уже идут козырьки. Но мне не совсем понятен тот факт, что вроде бы как он с салона ставится, козырек, да. А с внешки козырька нет. Ну, то есть, как-то непонятно. Недоработочка какая-то идет. Ну, здесь у нас, соответственно, магнитола либо рация. Рация не ставится, потому что уже здесь есть. Соответственно, колоночки. Сюда мы сможем поставить такой пустой столик, еще один столик, либо еще одно сидение. Ну, поставим такой столик. И сюда мы можем закинуть что-то типа кровати. Ну, в принципе, как-то вот так это все дело получается. Смотрится довольно интересно. Единственное, опять-таки, недоработка заключается в том, что мы положили, так скажем, вот это одеяло, все подушку туда-сюда в спальник. И здесь этого как бы нет с внешки. Не знаю, как это умудрились все профукать. Вообще мне это непонятно, как так можно переделать машину, чтобы просто похерить, грубо говоря, половину тюнинга. Но это для меня остается загадкой. Ну, что ж, ребят, вот такая вот первая часть обзора. Во второй части мы проверим работу сцепки уже с имеющимся трейлером. Немножечко, наверное, покатаемся. Послушаем звуки каменца. Я надеюсь, они здесь прописаны свои. Возможно, тиснут они, скорее всего, с какой-нибудь Америки. Я даже не удивлюсь. Ну, и посмотрим вообще, как этот рак себя ведет в реальных боевых условиях. Но, видите, это все буквально через пару мгновений. Итак, уважаемые зрители, ну вот, мы наконец-таки очутились и в игре. Не стал я сегодня ехать на завод Вольво, потому что КАМАЗ туда тупо не пустили. Остался я на погрузке фирмы Эри, или как-то так она, в общем, называется. В общем, она занимается у нас чисто перевозкой всяких сельскохозяйственной продукции. Ну, что ж, в общем-то, сейчас у нас есть возможность более детально разглядеть наш замечательный КАМАЗ. Давайте, наверное, перейду в фоторежим, чтобы у нас просто фоном не было никаких звуков. И мы могли спокойно уже разглядеть КАМАЗ в игре. Итак, на что следует обратить внимание? В общем, давайте будем сейчас все разглядывать детально, чтобы потом у нас не оставалось вопросов. Первое. Сцепка у нас, как вы видите, да, держится на... Не знаю даже на чем. На слове Божьем или что. Как это вообще? Ну, что это такое? Неужели нельзя было просто взять вверх, поднять, опустить, думать, чтобы как-то более-менее это все смотрелось? То есть, либо уж, раз уж на то пошло, просто расковырять этот трейлер, да, модель и немножко поднять вот это вот сцепное устройство. Здесь у нас также вообще непонятно что. То есть, все у нас полигоны, все это удалено, как-то выдернуто. Очень странно все это смотрится. Где-то что-то торчит. Вообще непонятно, кто делал этот трейлер. Откуда он такой взялся? У нас здесь, естественно, русские транзитные номера. Это любой атрибут отечественной техники в игре. То есть, нужно сделать обязательно русские номера. Ну, здесь у нас, как видите, висят дефолтные. В принципе, да, в игре никаких косячков по камазу, по кабине, ну, естественно, нет. Потому что, ну, сами понимаете, да, мод собран-то очень хорошо был. Просто вот эти вот переделки, которые с ним возникают, как он это все терпит, я вообще не понимаю. Ну, что ж, как-то так. Тень под трейлером есть, да даже вот здесь вот по тени видно, что она даже туда и не попадает. Прикольчики такие вот у нас. Ну, что ж, давайте посмотрим, как у нас все это дело работает. Отлично. У нас еще слышны звуки нажатия клавиш, слышны звуки поворотников, снежки. Вот это вообще, конечно, прикол для меня ранее не виданный. Ну, что же, давайте сделаем ночь, повключаем свет, оптику. Так, что это у нас? Габариты, ближний, дальний, ну и аварийка, соответственно. Вот так это все дело у нас работает. Как это все с салона дело выглядит, давайте посмотрим. Отлично. Итак, ставим день. Давайте поставим плохую погоду. Наверняка все уже катались просто на этом камазе, но может быть здесь и была затронута эта сторона. И мне просто интересно. Итак, жмем один раз. Ну, да, здесь даже банально не было добавлено строчка в прописку с вторым режимом работы дворников. Так что, ребята, я даже не удивлен. Звуки, на самом деле, я послушал здесь перед записью и просто, честно говоря, офигел на самом-то деле. Ну, про кабину тоже мы не будем особо останавливаться, потому что все это видели. Звуки, значит, это просто вообще комедия. Если вы выберете КАМАЗовский движок, то есть у вас, естественно, будут звуки КАМАЗа. Ну, а если вы выберете двигатель Каменс, то будьте готовы услышать примерно следующее. То есть, ребята, вы понимаете, да, люди даже просто не стали заморачиваться над тем, чтобы где-то там с какого-то американского мода там, да, что-то по слуху похожее просто найти под КАМЕНС, подсунуть как-то сюда в игру. Они просто не стали париться, они прописали движок КАМЕНС, на который зацепили звуки от дефолтного Мерседеса, на котором мы буквально вот в последней серии мультиплеерных покатушек ездили с Серегой. То есть, ну, это вообще просто взрыв мозга, у меня происходит разрыв абсолютно всех шаблонов. У меня в клочья все разрывается, все эти шаблоны все разлетаются. То есть, просто ребята, которые делали этот мод, реально постарались над тем, чтобы полностью его испортить, полностью изуродовать этот замечательный КАМАЗ, который, к сожалению, был слит в общественный доступ нехорошими людьми. Но, конечно, я ожидал, что этот мод будут переделывать, когда его сольют. Но если переделать, то переделать нормально, но не так, как это сделано здесь. То есть, мод, по моему мнению, ну, просто отвратный, мне он вообще не нравится. Это вот один из единственных, наверное, модов, который меня просто приводит в бешенство. Я не скажу, что он меня бомбит, но мне просто он не нравится, мне неприятно на нем ездить. Ты вроде сидишь в салоне, салон аккуратненький, все так классно сделано, все так хорошо. Но смотришь на внешку и просто дикое отвращение. Фу, вообще, зачем я это скачал, зачем мне это нужно и что я вообще здесь делаю. Ну что ж, ребята, вот такой вот получился обзор. Вот на такой мод ссылки по традиции находятся в описании к данному видео. Но если вам данное видео понравилось, то, пожалуйста, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно видеть большое количество лайков. Если лайков будет много и вы будете их ставить часто под все видео, то видео будут выходить чаще. Это для меня стимул. Я просто вижу, что вам это интересно. Ну что ж, ребята, а на этом все. Я желаю вам всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok